Добрый день, в эфире программа Парадокс, я ведущий Степан Демура. Тема нашей сегодняшней программы это Сюрдюковская Санта-Барбара или где посадки. Ну, прежде чем мы приступим к обсуждению этого интереснейшего предмета, наверное, для всех и очень важного для страны, мне хотелось бы сделать некое лирическое отступление по одному поводу, что вот когда мы здесь разбирали проект Навальный, под конец позвонил радиослушатель и чуть ли не обвинил меня в цинизме. Я не циник, я просто исповедую системный подход или так называемый метод научного познания. В чем он заключается? Заключается в данной ситуации в следующем, что когда мы имеем дело с современными элитами, надо понимать из чего, вернее из кого они состоят и, соответственно, понимать на каком уровне и как принимаются решения. Здесь следует обратиться, на мой взгляд, к одному из основополагателей современной социологии, это Петериму Сорокину, известнейшему социологу, который, в общем, описал и развил теорию отрицательной селекции или деградации элит. Он, кстати, был первым, кто отметил, что процессы в обществе развиваются, во-первых, нелинейно, во-вторых, циклично. Так вот, деградация элит приводит к тому, что в своей финальной стадии, перед тем, как эта элита будет унесена ветром или превратится в пепел, элиты состоят из социопатов и дегенератов, причем дегенератов на медицинском смысле этого слова, то есть большинство людей с физическими, умственными либо поведенческими отклонениями. Вот просто одну цитату вам приведу. В 41-м году Петерим Сорокин писал, что поведение целых социальных групп и в том числе обеспеченных доступом к чувственным благам на определенном этапе может быть уже не скрыто рациональным, а прямо нерациональным, безумным. И как опасный безумец, они сами нуждаются в изоляции от рычагов управления обществом, которые скушают их не до конца еще реализованными возможностями оргиастического, от слова оргия, применения власти. Впервые на русский язык простой. Это означает следующее, что элиты в определенный момент, то, что мы, к сожалению, наблюдаем сейчас и не только в России, движимы всего лишь двумя основными мотивами. Это деньги и власть. Причем власть не ради власти, а уже под самый конец. Власть нужна для сохранения свободы и сохранения физического существования. Ни много, ни мало. Поэтому ничего нового в этом нет. Это теория Петерима Сорокина еще раз. Поэтому, когда мы анализируем то, что происходит, например, с Навальным, с Сердюком, вообще все, что происходит в обществе, и так или иначе связано с элитами, никакого цинизма нет. Просто нужно попытаться встать на их место и думать, как они. Да, это выглядит со стороны цинично, но это не цинизм. Это просто попытка объяснить и понять, что происходит. Как я говорю, научный подход. Поэтому не стоит это смешивать с цинизмом. Здесь, правда, есть одно такое небольшое опасное «но». Оно стоит следующим, что если вы научитесь думать, как они, то вы можете не вернуться обратно в человеческий лик. Ну, это уже, скажем, каждый аналитик или исследователь берет этот риск. Ну что ж, после этого лирического отступления, которым я пытался объяснить, что я не циник, а простой научный работник, я хочу представить наших гостей. У нас в гостях сегодня Иван Ниненко, замдиректора Центра антикоррупционных исследований и инициатив Transparency International России. Добрый день, Иван. Здравствуйте. У вас такое небольшое вступление. Так, прежде чем разобраться, где посадки, может быть, стоит разобраться, на чем погорел Сюрдюков? Ну, я думаю, что здесь тоже можно применить вот этот вышеуказанный научный метод, представить эти элиты. И, собственно говоря, мне кажется, что ситуация с Сюрдюковым изначально развивалась из-за того, что одна из групп элит захотела сместить Сюрдюкова с поста министра обороны и приобщить эту позицию к своей же группе элит, отнять ее в другую группу. 20 триллионов рублей, да, на кону? Распил. Причем огромная часть этого бюджета секретна. Не подотчетно. Да, ну, понимаете, да, все эти военные бюджеты, но я думаю, что наши слушатели тоже понимают. Ну, никто, практически наши слушатели, не знает, например, сколько стоит атомная подводная лодка, и сколько она должна стоить, и сколько на нее можно потратить. И более того, эти данные, мы с вами согласимся, что, наверное, эти данные не должны быть всем открыты. И, соответственно, счетная палата здесь ни при чем, и она не может все это сделать. Ну, не все может, скажем так. И поэтому, с одной стороны, это, конечно, все важно и правильно, а с другой стороны, это огромная возможность для финансового финанса, что мы, собственно говоря, и видим. Потому что уже сейчас из тех материалов, которые опубликованы, там даже не такие сложные дела, как, знаете, скрытые расходы на подводные лодки, а все намного-намного проще. Манипуляции с недвижимостью практически. Просто распродажа имущества по бросовым ценам для близких и друзей. Своих радиооткатов, да. Строительство дороги силами бесплатных солдат. То есть это все такие уже совсем банальщины, совсем такие простые вещи, но это все уже есть. То есть это сейчас даже не оценочное суждение, это вот факты, которые доступны в материалах дела. И я думаю, что, но при этом, я думаю, что изначально вопрос был именно в том, кто... Будет осваивать эти 20 триллионов. Ну, чтобы радиослушатели понимали, это в несколько раз больше, чем освоение стаб-фонда, предлагаемое нашими депутатами. Это в несколько раз больше, чем освоение пенсионного фонда. Вот сейчас Газпром собирается пенсионные деньги пустить на Южный поток. Когда Северный поток загружен меньше, чем на 50%. Так, к справке. Это огромные деньги. Причем это на 6 лет, это получается почти по 100 миллиардов долларов в год. Можно осваивать. Очень-очень хороший бюджет. Очень хороший сладкий кусок. Собственно говоря, изначально, ну, Сердюкова решили от этого отстранить, но так произошло, что машинка, которая запущена, она... Это такой чертик, вырвавшийся из парки. Они открыли ящик Пандоры. И что теперь с этим делать? Те, кто открыли, то им все равно. Сердюкова убрали, там, элиты перестроились. И, скорее всего, они более-менее достигли своих целей, скажем-то, таким образом. Но вот что делать дальше с этим, это уже вопрос не к ним, а к тем, кто пытается эти элиты, так сказать, возглавлять и сдерживать. Хорошо. Тогда сразу возникает вопрос. Зачем меняли Сердюкова? Ведь, что ли, с обывательской точки зрения, кто у нас занимается освоением таких средств? Ну, это, наверное, рост технологий, ВПК и им подобные, да? Сердюков как раз, он изначал Путин, ну и Путин же его снимал, он представляет интересы, скажем, путинского, ну, условно, путинского клана. Сейчас стал Шойгу, тоже представляет интересы путинского клана. По меня лишил на мылу, получается. Возможно, те, кто затеял эту операцию, ожидал некоторых других результатов. А, то есть ожидался несколько иной сценарий развития. Потому что Сердюков все-таки не из силовиков, Сердюков все-таки не, там, карьерный военный, Сердюков все-таки не из органов пришел в эту систему. В этом плане мне сложно судить и Шойгу, он вообще такая отдельная фигура в нашем политическом... Да, и самое интересное, что он пользуется популярностью, до какой должности он бы не находился. Вот это интересно посмотреть, но рейтинг доверия к Шойгу, вне зависимости от того, занимается ли он чрезвычайными ситуациями, и он возглавляет ли он Московскую область или Министерство обороны, все равно остается высоким. Он даже ведь, по-моему, стал героем Эпоса. Да. Но, собственно говоря, если представить себе, как это начиналось, то, учитывая, что у Сердюкова не было поддержки ни среди тех, кого он возглавлял, а он сделал очень много непопулярных решений, причем часть из них были необходимые решения, которые, собственно говоря, его просил сделать Путин, Медведев, проводить эти реструктуризации, выводить, например, на аутсорсинг, чтобы не солдаты чистили картошку, условно говоря, а нанятые рабочие и так далее и тому подобное. И, ну, очень много кадровых решений, которые могли быть непопулярные, но он нажил себе очень много врагов. И поэтому в какой-то момент, когда звезды сложились и уже эта чаша терпения переполнилась во всех кругах, и тех, с кем, возможно, он не делился, и тех, с кого он там обижал, реструктуризациями и прочим, то мы увидели то, что увидели. Ну, а дальше что будет теперь? А вот теперь... Это же такая ситуация очень зыбкая. А вот те, кто открыли ящик Пандуры, они загнали вообще всю систему в некоторую ловушку. Потому что, ну, на мой взгляд, с точки зрения вообще исследования коррупции в России... Иван, извините, я вынужден вас прорывать. Это я расскажу после новостей. Мы снова в эфире. У нас в гостях Иван Ниненко, замдиректор Центра антикоррупционных исследований и инициатив Transparency International России. Обсуждаем мы Сердюковскую Санта-Барвару и интересуемся, а где же и когда будут посадки. Ну, вот, Иван, пришлось вас прорывать. Пожалуйста, продолжайте свою мысль. Мысль моя заключается в следующем. Наша система, которая сейчас сложилась, строится на... Ну, один из базовых постулатов — это ненаказуемость, это безнаказанность в обмен на лояльность. Собственно говоря, у нас есть целая каста неприкасаемых, в отношении которых следователи не могут возбуждать дела. Они не оказываются наскоряемыми подседимыми. Ну, и к этой касте в целом относятся министры, федеральные министры. И когда вот эти все материалы скрылись, система сама себя загнала в ловушку. Потому что, с одной стороны, уже всем очевидно, что Сердюкову надо бы предъявить обвинение. Я не говорю, что он виновен. Я говорю о том, что в суд должен рассмотреть. Ну, потому что материалов, которые просто уже опубликованы, столько, что не задать ему официальных вопросов, а он отказывается отвечать... Ну, имеет право. Да, имеет право. Ну, вот просто суд должен взвесить это и рассмотреть. Потому что у меня возникает вопрос, если он подписывает приказ, который явно коррупционен, и потом следующие суды за эти приказы осуждают, скажем так, людей, которые получали выгоду от этих приказов. Ну, например, вот даже возьмем тот же беспредел с Урлашовым, да, который сейчас чинит в Центральной России, Единой России и ОНФ. Там ведь просто подозрение. А человек уже арестован? Уже арестован, устроили маски-шоу. Его сняли с выборной должности, да. 70% населения за него проголосовало. Да. С выборной должности его народ выбирал и не назначал. А тут Сердюков неприкасаемый, вроде все хорошо. Ну, вот ловушка именно в следующем, что и обвинить его нельзя, и не обвинять все сложнее и сложнее. Потому что, ну, где посадки? Этот вопрос, который вынесли в заголовок передачи, изначально это задаете не вы и не мы, а это озвучивают первые лица государства. Где же посадки? Ну, с другой стороны, ведь, вот если следовать Петериму Сорокину, то... Ну, и что, что, где посадки? Ну, ему же давно наплевать на то, что думает народ. Они на него не работают. У них есть цик, любые выборы они выиграют, и все. Что их может остановить? В принципе, ничего. В принципе, это надо принять решение. Просто надо на это решиться и сказать окончательно. Сердюков не виновен, дело закрыть, все дела закрыть, Сердюкова назначить на какую-нибудь почетную должность. Но и на это они тоже не решаются. Вот сейчас они как бы пытаются удержаться на двух ногах. Потому что, если посмотреть, следственный комитет, ну, вот, вроде успокоился, потом снова вызовет Сердюкова на допрос, снова какое-то очередное дело вас будет. То есть, так, посмотреть на всю эту историю, как она разворачивается. И вот этого же решения тоже нет. Ничего не останавливает. И можно сделать. Мы видели, как это было сделано с подмосковными прокурорами. Когда это начиналось, боже мой, казалось, что сейчас полетят такие... Наконец-то, да. Ну, уж нельзя было это закрыть. Ну, тогда вот, я уверен, что все бы сказали, ну, нет, ну, это нельзя так просто, тихо будет замолчать. Замолчали. Сейчас все на свободе, все хорошо. Причем поляки, которые выдали последнего прокурора, я просто почитал польскую прессу, ну, в переводе, они просто в шоке. Сколько-то, помните, было разговоров, требований к Польше, экстрадиции, им посылали все материалы дела, поляки согласились. Да, ну, чувак реально виновен. Все. Причем там ведь был труп в деле, да, с прокурорами. И здесь, по-моему, в течение недели был труп. Два трупа. Да, да, свидетели погибают. Причем мужики, мужики там было им чуть-чуть за сорок. Удивительная обстоятельность. Поэтому я говорю, что если захотят, завтра мы перестанем получать новостей. Об этом перестанут говорить центральные телеканалы. И Сердюков получит почетную должность. Так же, как получил, кстати, должность и прокурор Подмосковья, которого уволили на следующий день после начала скандала. А потом он быстро получил новую должность. Да, не такую, может быть, сильную, но вполне себе приличную должность. Так же здесь. Но решения-то нету. Они не могут принять ни одного решения, ни другого. Не посадить, ни, собственно говоря, трудоустроить. Вот мы и висим в этой ситуации. Просто надежда на то, что все рассосется, все забудут? Ну, не любят нас принимать такие решения. То есть посадок не будет, на ваш взгляд? Почему же? Я же говорю, могут принять решения. Но дело в том, что сейчас не решаются ни на то, ни на другое. Вот если примут решение сажать, опять же, система уже будет другой. Потому что все министры поймут, что в рамках этих всех подковерной борьбы у них вообще нет никакой защиты. Они завтра могут оказаться тоже на скамье подсудимых. Ну, скажем так, может быть, не так, но Кудрин, Слушков, мы это уже поняли. Это был не очень хороший пример. Ну, они не оказались на скамье подсудимых. Ну, они лишились доходных мест и подставок. Вот, понимаете, лишились доходных мест — это одно. А оказаться на скамье подсудимых, получить реальный срок — это все-таки немножко другое. У нас так принято, что сроки реальные получают либо средний посредники, вот мы в деле Сердюкова, там довольно много посредников, либо Ходорковский, либо вот Навальный получил реальный срок, сейчас находятся под подпиской о невыезде. А вот те, кто из системы, они, да, они лишаются доходных должностей. Это самое страшное наказание, которое им светит. Ну, к нам присоединился Дмитрий Жирков, руководитель общественной организации «Безопасное отечество». Добрый день, Дмитрий. Ну, вот ваше точка зрения на все это. Будут посадки? Ну, посадки в любом случае будут, потому что, на мой взгляд, ситуация здесь такова, что чиновников и Минобороны судят не по тем статьям и возбуждают не те уголовные дела. Их надо судить за преступления перед гражданами России, вообще перед целиком страной. И они заслуживают самого жесткого наказания, потому что те размеры ущерба, которые сейчас фигурируют в уголовных делах, они не поддаются там логическому осмыслению. Да, то есть эти деньги должны были потрачены на жилье для военнослужащих, на модернизацию вооружения. То есть они нанесли вред стране, это есть внутренние враги. И относиться к ним нужно как к врагам. А как же это относиться к тем, кто их назначал и заказывал музыку? Вот очень хороший вопрос. То есть у нас был министр обороны, прекрасный, по некоторым оценкам, управленец. И надо отметить, что до назначения его на должность министра обороны не было каких-то критических претензий к нему с точки зрения его некомпетентности, либо с точки зрения его коррумпированности. То есть здесь, возможно, человек просто не справился со своими обязанностями. Вот Сердюкова, на мой взгляд, нужно привлекать по статье «Преступная халатность». Ну я-то имел в виду тех, кто назначал Сердюкова. А, вы имеете в виду руководство страны? Ведь, ну хорошо, давайте так посмотрим. Мы сейчас видим две диаметрально противоположных картины. То есть одну картину мы видим, ну достаточно, на мой взгляд, порядочных и честных людей во власти. Ну, к примеру, можно привести того же Сергея Шойгу, который, опять же, возьмемся с вами за прессу или возьмемся с вами за открытые источники. Есть, конечно, некоторые упреки. Ну, может, просто до него еще руки не дошли. Ну, быть министром по делам чрезвычайных ситуаций, ну там достаточно объем, большое финансирование. Даже вспомните борьбу с лесными пожарами. В том числе, что они не смогли с ними бороться. Они были, может быть, отчасти не готовы, но с точки зрения его руководства, ведомства, то есть не было претензий категорично. К такому объему пожаров, конечно, не было никто готов. Но мы сейчас тема-то разговоров, в принципе, не готовы. Поэтому возьмем, допустим, Сергея Кириенко, руководитель Росатома. Но человек пришел вообще с нуля, с нуля на свою должность и смог во всем разобраться. Если вы видели интервью с Познером, было очень интересно. Я с удовольствием его смотрел и видел, что человек в этом деле разобрался с нуля от начала до конца. От технологии процесса и заканчивая административным администрированием. А вы знаете, что Кириенко разгоняет старые блоки до 120% мощности? Вас не напрягает? Вы знаете, у меня образование экономическое, а у вас, я так понимаю, физико-техническое. Тут маленько разные вещи. Я сталкивался с безопасностью объектов, ну ядерных объектов, маленько другая специфика. Технологию, к сожалению, я не уточнял. Наверное, здесь тоже есть повод что-то обсудить, подискутировать. Но это все-таки тема, в которой... Ну хорошо, мы будем представлять относительно честных людей, на которых пока нет компромата. Дальше мы идем на вторую часть блока. Это Скрынник, это Сердюков, это Белаев тот же самый, руководитель кукуротов Кавказа, бывший. То есть мы видим действительно проблемы. Есть хорошие решения, есть решения, которые, ну скажем, нехорошие, или можно их так назвать неудачными. То есть человеку доверили что-то, это есть элемент доверия, и человек не справился с возложенными обязанностями. Такое может быть с каждым. То есть согласен, что там же, ну, в руководстве страны тоже не роботы. Вот на мой взгляд, у них есть тоже свои какие-то эмоции, какие-то интересы, связанные с амбициями, может быть, отчасти, да? Они стараются, они кому-то доверяют. Но скажите, пожалуйста, вот мы сейчас начинаем обсуждать руководителей. В принципе, мы руководящие звено нашей страны обсуждаем. А как руководить страной, когда у нас там из 10 ракет космических падает 8? Кто ответственен за сборку этих ракет, кто ответственен за контроль качества? В последнем падении, я насколько я знаю, комиссия не смогла найти остатки спутников. Нет, вот, скажи же, назначили, к примеру, вас руководителем космического агентства и ответственным за пуск ракет. То есть, хорошо, у меня руководителя нет. То есть есть, я так понимаю, очень много было проблем, опять же, в прессе, да? Они их освещали и говорили о том... Но это системные проблемы. Системные проблемы, но она... Ведь ничего же не делается по их решению. На мой взгляд, здесь вопрос и в отношении к своей работе. Очень важно. В СССР же ничего не падало. Точнее, падало не в таких объемах. А в СССР там все было чем-то проще. А у нас, значит, все сложнее, по-вашему. Как вот выходит, что да, сложнее. Не, ну мы-то начали, на самом деле, вот вы пропустили первую часть. Мы пытались ответить на вопрос, а на чем, собственно, попал Сердюков? Пришли к выводу, что он попал на 20 триллионах, которые идут под распил сейчас. Вот давайте с самого начала, чтобы, ну раз тебе разговор Сердюков, мы его прям коснемся, и я выскажу свое мнение. Да, пожалуйста. Вообще, целиком по обороноспособности страны чуть-чуть, чтобы мы могли это дело все посмотреть и проанализировать с вами. Так вот, сейчас задача вооруженных сил, она конструктуально изменилась. То есть сейчас танковые атаки огромные, они давны-давно в прошлом. Сейчас нам нужна малочисленная, профессиональная, абсолютно мобильная армия, которая обладает практически уникальной огневой мощью, то есть очень сильной огневой мощью. Таковы задачи сейчас геополитические, это видно на локальных конфликтах военных. И эта задача, она не подразвивает под собой тот балласт, тот огромный потенциал бюрократии, который опутал российскую армию. И в том числе и вопрос, связанный с собственностью этой армии. Как я предполагаю, по моему мнению, Сердюков должен был решить эти задачи. То есть он не специалист по вооружению, он не специалист, он не кадровый военный. Чтобы там не говорили, и что-то какие-то истории там не придумывали. Он хороший управленец, рационализатор, такие его были характеристики. Он должен был оптимизировать систему Минобороны, чтобы, видимо, в будущем привести уже к ее модернизации, к приведению наших войск к полной боеготовности, к решению поставленной задачи, которая будет появляться в будущем, в интересах нашей страны. Вот это он должен был сделать. Соответственно, для этого предусматривалась продажа объектов Минобороны. По моей логике. Нет, мы с вами согласны, просто мы обсуждали вопрос несколько... А что, собственно, привело к отставке Сердюкова? Почему в этот момент? У меня есть очень простой вопрос. У нас есть впечатление, что это возможность освоить 20 триллионов рублей. Еще раз подчеркну. То есть, на мой взгляд, это есть преступная халатность и безответственность. Он, на мой взгляд, повелся на поводу... Ну, есть такая хорошая присказка в вооруженных силах. Зов девушки дороже воли командира. Знаете, такое его есть. Вот это самое и произошло, на мой взгляд. Он поддался давлению, даже не может быть, своих родственников. Она была американской шпионкой. Навальный тоже американский шпион у нас, по некоторым слухам. Или английский. Все мы здесь шпионы. Тут можно по каждому сочинить, кто из них... Его еле вербовали. Кем был шпионом. То есть, да, он по пустительству, скажем, где-то закрывал голову. Дмитрий, вы должны вас прорвать, но мы должны уйти на вас на перерыв. Добрый день. Мы снова в эфире. Программа «Парадокс». Телефон в студии 6510996. Код города 495. Звоните, задайте вопрос. У нас в гостях Дмитрий Жирков, руководитель общественной организации «Безопасное Отечество» и Иван Ниненко, замдиректора Центра антикоррупционных исследований и инициатив «Транспаренс Интернешнл» в России. Ну, обсуждаем мы Сердюковскую и Санта-Барбару. У нас задаемся одним простым вопросом. Где посадки будут ли они вообще? Ну, Дмитрий, пришлось вас прорвать. Пожалуйста, продолжайте. Спасибо большое, Степан. То есть, мы остановились на каком вопросе? Что проявил халатность, да, то есть, по отношению к порученному задачам и поставленным целям. От этого нужно исходить, да. То есть, он оказался неспособным, скажем, противопоставлять себя, противопоставить коррупции, которые, может быть, некоторым людям, которые пришли в Министерство обороны с целью, наверное, с благими, да, то есть, и привлекались они для этого. Там, огромный, огромный пласт женщин, которые, там, по своим, по своим знаниям, теоретически должны были эффективно руководить и эффективно решать поставленные задачи. Но, Дмитрий, ведь с этими женщинами он очень долго работал в налоговой. Именно так оно и есть. То есть, давайте мы опять вернемся чуть-чуть в прошлое, посмотрим, были ли к ним претензии. Ведь претензий не было. То есть, где мы видим о том, что они раньше, знаешь, злоупотребляли своим сложенным положением, либо были склонны, там, ну, к каким-то коррупционным проявлениям. Ну, то есть, это была, по идее, созданная им эффективная команда. Но потом, видимо, жажда наживы прям возобладала, и кто-то решил свои личные интересы реализовать с помощью должности серьезной. Вот ответ на вопрос. То есть, это никак не связано с тем, что вот будут выделяться 20 триллионов рублей, и вопрос стоял так, кто их будет осваивать? 20 миллионов рублей на что? Триллионов рублей. Триллионов рублей на что? Ну, как на перевооружение. На перевооружение, да. Кто их будет осваивать, вопрос стал. Ну, подождите. Жирный кусок ведь огромный. Подождите, давайте мы, вот, правильно говорить, вот, мы в рамках общественной организации ведем контроль, вообще, проект «Общественный контроль», да, суть этого проекта в контроле государственных закупок. Вот, на данный момент у нас очень огромный, богатый опыт, можно сказать, уникальный, более, там, 500 обжаланных процедур за полтора года. Но, к сожалению, к процедурам Министерства обороны, это очень ограниченный доступ. Почему? Потому что это закрытые процедуры, да, они связаны с обороноспособностью страны, с какими-то решениями стратегических задач. Если мы говорим о таких суммах, там, космических, как, 20 триллионов рублей, то часть из них, конечно, будет потрачена на стратегическое вооружение, то есть, часть из них будет, заказы будут распределяться в оборонную промышленность, туда они и направлены. Как оттуда их распилить? Ну, вопрос достаточно сложный, да? Ну, вот Роскосмос пилит, пожалуйста, как показывает прокуратура. У нас, опять же, мы вернемся к тому, что где-то в каких-то ведомственных у нас достаточно высокий уровень ответственности, а в каких-то ведомственных у нас чистая коррупция, да. В этом есть проблема. Ну, тогда вопрос сразу возникает, ну, а почему бы, скажем, так сказать, не устроить показательную порку Сердюкова, чтобы остальным было неповадно? Как бы это сделал товарищ Сталин? Очень просто. Высшая мера наказания. Ну, а почему он не применяется? Подождите, мы еще к этому не дошли. То есть, что у нас происходит? То есть, у нас есть министр обороны, который не справился с своими обязанностями, то есть, был не способен решить поставленные перед ним задачи. Мало того, что он их не решил, еще и попустительствовал, ну, коррупцией, да, в своем ведомстве. Это чекчайшее преступление, просто это маленько другие вещи. Зачастую сейчас в прессе слышится, Сердюков вор, Сердюков вор. Воровать-то вряд ли он ради личной наживы. Я так, ну, опять же, по моему личному мнению, это преступная халатность. Но в размерах страны, которая существенно повлияла на оборону способности страны. Это не меньше, ну, скажем так, преступления, чем своровать там 50 миллиардов рублей, которые там, его подчиненные вкупе где-то нанесли такой убыток предварительно. Но ведь об этом же даже еще никто не заикается. Как не заикается? Ну, мы, опять же, вот, только вот я Ивана чуть-чуть слышал, что нет каких-то реальных дел. Вот вам, пожалуйста, Дудко, 9,5 лет. 9,5 лет, вы вздумайтесь в эти сроки. Но Дудко был чиновником такого, регионального уровня. А что значит региональный уровень? Это руководитель субъекта федерации. Это стратегически политическая фигура для страны. Руководитель субъекта Российской Федерации. Ну, Дудко не был федеральной политикой. Но если можно, мы сейчас немножко склонились. Но не федеральный политик, а фигура, по сути, стратегическая и политическая. Нет, и это важно, что в регионах начали сажать. Там огромное количество людей работают. То есть он должен был обеспечить заботу и трудоустройство этих людей. И развитие региона. Вот о чем мы говорим. И это серьезная фигура. Это губернатор. Вы вдумайтесь. Это ранг министра. Ну, не совсем ранг министра. Конечно, в нашей стране губернатор. Это губернатор. Федеральный министр – это федеральный министр. Федеральные полномочия у нас намного выше региональных. Но я бы хотел немножечко сменить, так сказать, фокус нашего разговора. Потому что у нас, вы говорите о том, что... Ну, вот очень правильно. Говорите про то, что у нас есть честные люди. А есть люди, которые попадают и там почему-то начинают быть нечестными. Но так проблема в том, здесь можно вернуться к началу разговора. К сожалению, был очень интересный опус Петерима Сорокина про деградацию системы. Так вот, проблема заключается в том, что у нас система устроена таким образом, что у нас скорее идет негативный отбор. Вот тех, кто оказывается честным, их как раз очень мало. А вся система, к сожалению, выстроена таким образом, что у людей огромные возможности воровать, низкий контроль и низкая ответственность. И чтобы бороться с коррупцией, нам надо не только сажать. Это вот сажать, это такая, знаете... Ну, мы снимаем какие-то уже проявления конкретных синдромов. Надо менять системно. В Китае сажают, расстреляют, а толку... Если смотреть на тот же Миноборон, вот там, например, все эти вещи должны были вскрываться в ходе аудита. Если посмотреть на оборонсервис, там как интересная структура. Аудиторская компания, которая наняла оборонсервис, была создана через неделю после создания оборонсервиса, как вы думаете, человеком, по данным некоторым СМИ, вместе учившимся с женой Сердюковым. Я точно не помню, какие именно связи. И дальше все структуры, им навязывается один и тот же аудитор. Вот простейший пример того, как системно не решается эта проблема. Потому что если у нас был реально независимый аудит, вот этих вот компаний, а половина компаний, входящих в оборонсервис, они вообще никак не связаны с реальной безопасностью. У нас есть независимый аудит, у нас есть счетный палат Российской Федерации. Который почему-то каждый раз, как делают аудит, он засекречивается. Который почему-то, теоретически независимый у нас есть уже. А вы знаете, смотрите, а ведь что сейчас предлагает Единая Россия и правительство? Они предлагают изменить закон о счетной палате. Если сейчас депутат может сделать запрос, один депутат сделал запрос, они провели аудит Роснана, теперь этого не будет? То есть вообще никакого контроля не будет? И система наша заточена на то, чтобы уменьшить этот независимый контроль. Чтобы не дать возможности каким-то непонятным депутатам без санкции инициировать собственно контроль. А закон о парламентском расследовании. Вот Гудков над ним, кстати, активно работал еще много лет назад. Мы с ним это обсуждали, в стенах Госдумы были слушания. Чтобы реально у нас в стране возникли парламентские расследования. Которые во многих странах являются крайне эффективной мерой. И не потому, что какая-то партия лучше какой-то партии, а просто потому, что когда другая партия расследует... Ну, когда есть разные партии, которые расследуют, то есть партии, которые заинтересованы в том, чтобы... Все это вытащить наружу. Да, здесь даже не потому, что кто-то из них хороший. Вот здесь не надо даже хорошего шагу сказать. Нет, но сейчас парламентарии никто не мешает проводить независимые расследования. Нет, у них нет полномочий. То есть у них должна быть полномочия на запрашивание документов. У ТВД в Государственной Думе есть полномочия. Пока. Есть необходимые полномочия. Ну, представьте ситуацию. Не недостаточно. Мне очень интересно, депутат, который сделал запрос в счетную палату, он будет в следующий раз в списке? Единая Россия или нет? Ну, мы, знаете, мы про Единая Россия вообще, то есть можем чуть-чуть коснуться. Давайте все-таки сначала, вот ваше точка зрения. Сердюков сядет или нет? Думаю, что Сердюков не сядет. Не сядет? Он не сядет, да. А почему вы так считаете? Существует, ну, на мой взгляд, опять же, то есть здесь есть процесс того, что Сердюков все-таки в ближнем круге, скажем, находится элитой. Ну, он уже развелся с дочкой. Он развелся с дочкой, но человек, который был допущен, ну, скажем, к высшей степени государственной тайны Российской Федерации. Это тоже, давайте мы будем это тоже брать в учет. Он отвечал много лет за всю оборону страны. Он присутствовал на всех стратегических совещаниях, и это не может не повлиять на ход дела. Так самое место в тюрьме он никому не расскажет? Ну, вы знаете... Атака уедет в Израиль, и все. И станет Сноуденом. Я думаю, что его никто не выпустит в Израиль. Это все-таки не Сноуден у нас. Кто знает? Поэтому здесь существует. Ну, кроме того, я думаю, что тот, кто будет расследовать деятельность Средякова, то есть, может быть, возбуждать уголовное дело, будет рассматривать все факты. И, на мой взгляд, нужно тоже посмотреть на это объективно. Есть и положительные какие-то моменты, связанные с его работой. Есть работы, скажем, есть напрямую отрицательные моменты, просто чистой воды коррупции, которой сейчас обвиняется ее подчиненная. То есть, наказания не будет? На мой взгляд, если оно будет, то достаточно мягким. Именно по этой причине? Именно по этой причине. Потому что он много знает, он ведь может начать говорить. В том числе и это. Но мы говорим, сейчас вы говорите, что он много знает о чем. Вообще обо всем. О каких-то коррупциях. А я говорю, что он владеет стратегическими секретами Российской Федерации. У него должность была такая. И это уже другая ответственность, на мой взгляд. А здесь, ну, еще раз подчеркну, что, на мой взгляд, Сердюков допустил преступную халатность. У него не было корыстного умысла, может быть, личного. Это тоже следствие должно принять во внимание. И ранее не судим. И ранее не судим. И не привлекался. Понятно. В отличие от наших многих... У нас есть телефонный звонок. Добрый день, Павел. Добрый день, в эфире. Я хотел бы уточнить. Как-то сейчас, так говоря, коррупция, коррупция. У нас тоже не коррупция, у нас казнократство. Да, да. И второе, Степан, вы упомянули Китай, что там якобы не помогает. Мне хотелось бы услыхать хотя бы одно процентное сравнение. Сколько людей остановилось перед тем, как занести руку в карман государства от мысли о том, что конфискуют, расстреляют. Вот я уверен, что в Китае 10% всего, кто решился, а у нас все 220, если не 300%, кто уже решились, еще даже собираются залезть в карман. Вот процентное отношение, то, что как у людей влияет наказание, расстрела, сколько уже подумало, а сколько вот и подумало, и со страхом отдернуло руку. Вот это бы хотелось бы услышать где-нибудь. Спасибо. Ну, вы знаете, китайская статистика на самом деле говорит о том, что коррупция у них только процветает, все больше и больше, хотя вот, как у них, 10 миллионов украл, был заммэра Пекина, сейчас вот руководитель РЖД китайского, 10 миллионов украл к стенке с конфискацией. Сейчас, кстати, Босилай тоже, по сей день он получит высшую меру. Кстати, Босилай, китайцы, тоже обладал доступом к государственной тайне. В Китае ключевым отличием, на мой взгляд, является все-таки не смертная казнь, а ротация элит. Вот в Китае, при том, что у них нету там выборов и так далее, у них все равно существует система ротации элит. Они реально сменяются, реально приходят новые, и поэтому мы как раз видим вот эти вот, ну, главу РЖД, который оказывается у стенки. Не было бы у них смертной казни, не было бы у них. Ну, в Америке, в разных штатах есть смертная казнь, в разных нет. Ну, это непредсказительно. Да, не так сильно. Пожизненно, без пароля. Не так сильно влияет, на самом деле, как вот это... Ротация. Вот это страх наказания связан не с величиной наказанием, потому что... А с неизбежностью. Вот, а с неизбежностью. Неотвратимостью. Неотвратимостью, да. То есть у них, то есть в большей степени неотвратимости наказания. А то есть пример Сердюкова показывает, что такого вовы нет, получается. Можно воровать дальше. Ну, если вы говорите, что он не посадит. Давайте, еще раз говорю, его надо привлекать к ответственности по совсем другим статьям. Да, не за растрату даже имущества, не за кражу на хищение. Я с вами согласен. Но давайте согласимся с тем, что он должен все-таки оказаться в суде и ответить на эти вопросы. Абсолютно верно. Мало того, что, на мой взгляд, он оказался должен еще под следствием, и пусть следствия органов до конца выяснит причины и мотивы этих попустительств. Вот я считаю именно так. Именно попустительство, именно халатности в отношении доверенного ему министерства. Вот этого, вот в части его подчиненных, конкретно, есть обвинения, есть уголовные дела, есть дела о хищениях, о растратах, о занижении стартовой стоимости продаваемых объектов. Все это есть. Вот там есть фактура, там есть факты. Будут обязательно посадки. Что в части самого яркого фигуарта Васильевой, я более чем уверен, что ее ждет тюремное заключение. Вы в то же время уверены, что Сердюкова не посадят? Я сказал бы так. Либо его совсем не посадят, либо наказание будет достаточно мягким. То есть все получат сигнал, что если ты слишком высоко, можешь делать все что угодно. Получается. Ну все что угодно. То есть сейчас, по сути, он получил уже волчий билет, да? Ну слушайте, я не думаю, что он плохо живет. Но он и до этого неплохо жил. То есть я к тому говорю, что вряд ли он ради своего обогащения что-то делал. Я вынужден вас прервать. Мы выходим на новостной перерыв, вставать с нами. Лев, пожалуйста, не кладите трубку. Добрый день. Мы снова в эфире. Это программа «Парадокс». Обсуждаем мы возможность посадки Сердюкова. Пока что пришли к выводу гости, что, наверное, этого не будет. Ну что ж, у нас есть телефонный звонок. Добрый день, Лев. Вы в эфире. Добрый день. Я единственное хотел посоветовать, не в плане рекламы, но этот вопрос, по этому вопросу проводится опрос уже второй месяц на сайте ладно.ру. На каком сайте еще раз? Ладно.ру. Латиницей ладно.ру. А, ладно.ру. Ладно.ру, да. И, к сожалению, результаты весьма печальны. То есть народ не верит власти, народ не верит, что будут какие-то посадки, там даже есть такой весьма курьезный вариант ответа, посадят следователей этого дела. Ну это как обычно, да? Гляньте, мне кажется, это очень любопытно и очень в тему просто. Хорошо. А как вы прокомментируете? Сейчас зайдем туда. У нас вообще граждане мало сейчас во что верят. Но на это есть причины. На это есть причины, безусловно. Проблем хватает. Мы не говорим там об успехах. Проблем действительно много в обществе. Но, опять же, на мой взгляд, сейчас мы уже пришли, наверное, приходим к тому. Я скажу свое мнение, потому что я считаю его правильным. Сейчас нужно придерживаться принципа не что страна сделает для нас, а что мы сделали для страны. Потому что система действительно коррупционная существует и она пронизывает целиком многие структуры власти. Не всю власть, на мой взгляд, а достаточно многие структуры, многие, ну скажем, министерства и компании государственные. Но и в этих условиях крайне сложно менять ситуацию. Крайне сложно. И задача сейчас граждан, на мой взгляд, активно включиться в эту борьбу путем своих усилий. Это несложно. А какие усилия? Ну вот, к примеру, мы... Получить охотничий билет? Нет, давайте очень просто. Мы реализуем проект общественной контроли вот уже полтора года. То есть своими собственными усилиями, своими знаниями. У нас в московском отделении порядка 10 человек штатных сотрудников, порядка 40 волонтеров. Так или иначе, все они привлекаются к этой работе. Научиться контролировать государственные закупки на предмет их коррупционности несложно. Главное, чтобы для этого было желание. А выхлоп есть? Конечно, есть. Вот мы, смотрите, то есть за все это время мы пресекли нарушение закона в торгах на сумму более 50 миллиардов рублей. Миллиардов? Миллиардов рублей. И более из них. Многие из них носили коррупционный характер. Дмитрий, а как вы определяете этот эффект? Ну, смотрите. Вот 50 миллиардов просто. Расскажите, очень интересно. Вот вы же... Нам не хватает хорошего математика. Вот я просто не знаю ваше познание математики. Мы бы могли... Я в физтех заканчиваю. Да, мы бы могли это дело статистически просто анализировать. Ну, к примеру, существует процедура торгов. Ну, вот, закупка, допустим, какого-то элитного транспорта. Если в этом... Там есть нарушение ограничения конкуренции. Соответственно, можно купить только марку одной модели. Да, ну, к примеру, там, лангрузер, там, какой-то самый-самый дорогой, там, за 5 миллионов рублей. А если этот потенциал не будет... Эти торги не будут носить ограничение конкуренции. Соответственно, можно будет купить различные модели, там, от 3 до 5 миллионов рублей. Вот наша задача, такие проявления выявить, ограничение конкуренции снять, если нужно аннулировать торги и провести их по новой. А, то есть, ну, торги-то потом все равно проводятся? Конечно, проводятся, ведь существует потребность. Ну, вот, смотрите, сейчас последний у нас случай, Малоненецкий округ. Там, значит, администрация некого поселка желает закупить, значит, Nissan Patrol, последней модели, за 2,5, ну, в районе 3 миллионов рублей. А весь бюджет этого района составляет меньше 2 миллионов рублей. Вот представьте себе, да? Вот мы обратились сейчас, делали обращение к губернатору, то есть, рассчитываем, что это будет эффект. Вот в данном случае такая закупка не должна состояться. То есть, мы видим, что происходит на местах, как некоторые чиновники, злоупотребляют этой властью. Ничего не стесняются, ничего не боятся. Ну, потому что рыба тукнет головой. Давайте я проведу 5 минутку рекламы, раз мы расскажем, проект очень хороший. Сейчас, только у нас есть телефонный звонок, давайте возьмем один звонок. Юрий, добрый день. Алло. Вопрос возвращаясь к Сердюкову. Отойдя от вопроса с коррупцией, вам не кажется, что Сердюков нанес серьезный урон обороноспособности страны? Ведь дело в том, что за время его министерства ликвидирована практически фронтовая авиация, авиация ПВО, закрыты десятки аэродромов, ликвидированы ремонтные заводы. То есть, практически произошло уничтожение некоторых родов войск. Ну, как вы, другим? Это объем, опять же, вопрос очень кстати, вопрос, наверное, к военным экспертам. Мы говорим о модернизации армии, о новых условиях, в которых придется, ну, в случае потребности, осуществлять военные действия. И здесь, ну, в части, там, фронтовой авиации, может быть, да, и тот ущерб, который на обороноспособность страны, он, может быть, даже не в тех решениях, которые были приняты с учетом, ну, скажем так, сокращения некоторых видов вооружений, либо некоторых подразделений. Мы говорим здесь о том, что какие суммы бы ушли из министерства, ушли бы в карманы чиновников. Вот это самое важное здесь, действительно, глобальный, очень огромный ущерб для обороноспособности страны. Вообще, огромный ущерб министерству обороны. В части его, принятия его решений, мы говорим, то есть, ну, правильно он сократил, там, какие-то виды вооружений, правильно ли он сократил какие-то подразделения. Тут вопрос уже больше к военным образовательным, к военным экспертам. Я еще раз подчеркну, сейчас новые условия. Наша армия нуждалась и нуждается в модернизации, вообще в своей другой идеологии. Сейчас другое время, другой объем обмена, скорость обмена информацией. Поэтому тут вот это отдельный, может быть, отдельный передача. Можно сказать, что он не только тем, что он сделал, а тем, что он не сделал. Потому что у нас там нет сейчас беспилотников того уровня, который нам нужны. Они у нас есть, только они качественно, не соответствуют тому, что передовым образцам зарубежной техники. Если вспомнить все реформы, которые проводились в нашей стране, ну, они все нанесли ущерб обороноспособности страны. Возьмем реформу образования, медицинского обслуживания, ЖКХ, сейчас реформа науки. Но вопрос в том, что очень наивно предполагать, что все могло остаться так же хорошо, как есть. Проблема в том, что, во-первых, мир меняется, а во-вторых, система тоже деградирует. Нельзя было сказать о том, что ничего не делать, например, система образования была хорошей, ее развалили. Проблема в том, что она разваливалась сама, потому что она уже не отвечает современным вызовам. Советская школа не отвечала современным вызовам, да, потому что современные вызовы изменились. А вот теперь вот эта школа, где готовят покемонов, отвечает? Тоже не отвечает. Но вопрос в том, что и советская школа, она просто тоже не отвечает современным вызовам. Нет, Иван, Иван абсолютно прав. Ревняется, ревняется, ревняется. Зачем программу-то был менять? Или вводить этот идиотский ЕГЭ, например? Ну, это отдельный разговор, но я просто к тому, что не все так просто. В том плане, что не менять, это тоже не ответ. Вопрос в том, что проблема в том, что заключается в том, что коррупция становится основным стимулом. И при всех изменениях, которые пытаются сделать, вместо того, чтобы менять к лучшему, меняют к тому, чтобы набить карман. Вывод по этому следующему. Может, лучше и не трогать, хуже же будет. Возможно. А может быть, надо серьезно контролировать чиновник. Здесь пятиминутка рекламы. У нас тоже есть довольно интересный проект, к которому граждане могут подключиться. Проект называется declarator.org, где мы собираем и анализируем декларации о доходах и имуществе наших любимых чиновников. Они хоть имеют какое-то отношение к реальности декларации? Дело в том, что у некоторых имеют, у некоторых можно увидеть, но они, не стесняясь, публикуют у себя дома или квартиры, или машины, которые не соответствуют этим доходам. И это надо находить, выискивать и задавать вопросы. У некоторых не имеют. В таком случае, если всплывает, что это не имеют, то это надо проверять. Иногда это чем-то заканчивается, пока посадками... И вам вопрос. А как проверять-то вы будете? Ведь оперативные действия должны проводить сотрудники... Нет, это будет... Имеется в виду, что это всплывает. Ну, если вы посмотрите под тем же делом подмосковных прокуроров, там всплыло, что часть их имущества, где проходят обыски, в декларации не указана. И такие истории будут всплывать, но проблема в том, что сейчас... Нет, мы имеем в виду, как граждане это должны, как они должны выявлять. Согласен, что проект хороший, интересный. От граждан сейчас, но это так же, как и с закупками, это тоже очень важно. Там есть некоторые проблемы, вы тоже не можете провести следственные действия. То, что мы просим сделать граждан, это... Нет, следственные действия, общественные контроли, госзакупки, они не нужны. Это все официально было бы намного лучше, если можно провести. Здесь то же самое. Есть информация на сайте, которую надо собирать и анализировать. То есть даже эти действия очень важны, потому что дальше информация исчезает. То есть мы говорим об анализе документации в открытом доступе. Да, да. Я именно про это имею в виду, потому что дальше эти документы исчезнут, и когда нам надо будет их сравнить и изучить, их там можно не найти. Уже подчистят. Да. И вот как раз просьба граждан, предложение включаться в эту работу, собирать информацию о тех чиновниках, которые им интересны, например, там, если они в регионах. Рекламная пауза окончена. Возвращаемся к баранам. Да, вот мы говорим о том, что люди должны делать. Мы должны меняться. На мой взгляд, мы должны меняться. Согласен. Наша главная, основная задача. Я с этим абсолютно согласен. Просто как ты будешь меняться, когда принимаются постоянные законы, шаг вправо, шаг влево, это практически расстрел. У нас же много бытовых проблем. Взятки за сотрудником ГИБДД. Кто-то хочет отмазать сына от армии. То есть у нас много бытовых проблем, которые мы пытаемся решить через взятки. Но это тоже факт. И это все идет не от рыбы, как говорят, которая взлетает с головы, а скорее всего, наоборот, от нас. Нет, нет, нет. Если там работают так, что мы чего-то хуже. Если вы нарушаете правила дорожного движения, вы виноваты, вы должны заплатить штраф. Ну хорошо, у меня нет ксивы, да, я заплачу гаишнику. А человек проносит, человек с ксивой, гаишник ему дает честь, а он идет 200. И что? И какое вы-то должны сделать? Ну, вы имеете в виду, что у нас не все равны перед законом, да? Именно. Это тоже проблема существует. Это самая основная проблема. Это тема нашей передачи. Тогда у нас получается в стране, давайте все будем нарушать закон, мы вообще его не будем соблюдать. А это, к сожалению, это становится нормой. Именно такой сигнал люди получают. Правильно. Что, к сожалению, я с этим не согласен, но люди четко считывают сигнал. Хорошо, что мы здесь присутствующие, с этим не согласны. И нас желает, чтобы другие... Многие с этим не согласны. Наши сейчас радиослушатели были не согласны. И люди, с которыми мы общаемся, делаем общего, тоже были не согласны. Проблема есть. Мы не скрываем этого. У Сердюкова-то мы посадить не сможем. Ну, я считаю, что мы лично... У нас программа такая. Мы лично, наверное, не сможем. Но собрать, допустим, информацию, скажем, если нам будет поручено, да? Я думаю, что мы в состоянии. И Иван, я думаю, обладает опытом необходимым. И я. И вы, я думаю, что со своим физико-матическим образованием прекрасно. А там все просто подловить на дороге и все. Как у нас делают силовые структуры. Но у нас есть... Алексей, только очень быстро у нас две минуты осталось. Добрый день. Добрый день. Добрый день, гости. Я думаю, что по поводу Сердюкова. Это, безусловно, связано с фигурой Рогозин, который появился на арене, да? Военной. Вот. И думаю, что посадка его будет только в случае каких-то действительно массовых народных волнений. То есть как карта дальше. Очень быстро. Смотрите, Рогозин появился. Его вынули из... Ну, стряхнули, скажем так, пыль. После уже Сердюкова. Ну, не знаю. Вопрос спорный, на самом деле. Но мне все-таки кажется, что его так подготавливали постепенно Рогозин. То есть произошла просто такая подмена. Вот и все. Насчет вашего говорения, гостя, насчет дудки. Что якобы это какой-то показатель. Дело в том, что я из Тула. Вот. Просто человек как бы заворовался. И там те 40 миллионов, которые ему якобы инкриминировали. Которые он даже не видел в глаза, да. Это на самом деле только вершина, верхушка Айсберг. Вот. То есть он просто уже начал надлеть, скажем так. Ну, а скажите, вот в регионе это воспринимается как начало борьбы с коррупцией? Что что-то меняется к лучшему? Нет. 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 Абсолютно нет. Ну, подождите. У вас же сейчас новый губернатор Груздев. С огромным опытом. С потенциалом. Как он сейчас проводит свою политику в регионе? Достаточно положительный факт. Потому что я в ту самую часть-то бываю. Насчет чувства сказать, насчет Груздева к нему особых претензий нет. Но, тем не менее, люди его и особенно не знают. Я вам точно вот это могу сказать. И отношения... Алексей, Алексей, у нас, к сожалению, осталось 20 секунд. Спасибо вам за звонок и за комментарий. У нас в гостях были Дмитрий Жирков, руководитель общественной организации «Безопасное Отечество» и Иван Ниненко, замдиректора Центра антикоррупционных исследований и инициатив «Transperson International». Вывод программы Сердюкова не посадят.